Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 413111. Оптимальный вариант авто. Автоуспех. Поехали! Телекомпания «Город» и «Радио Сибирь». 104 и 6 FM. Качество звучания, звуковое давление и тюнинг автомобилей. Шоу-программа, конкурсы и призы для зрителей. 27 июля. 12 часов. Стадион «Металлург». Вход свободный. Смотрите сегодня в выпуске. Две аварии сегодня произошло на трассе около Южного Подуна. В одной из них погиб мужчина. Богатый улов. Накануне сотрудники госнаркоконтроля в один день задержали две партии наркотиков. Энтеровирусная инфекция рядом. С сегодняшнего дня запрещено посещать побережье водоемов. В Братске зарегистрировано снижение укусов клещей. Об этих и других новостях далее в выпуске. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на федеральной трассе в районе Южного Подуна. Около половины восьмого утра столкнулись рейсовый автобус номер 10 и ВАЗ-21043. Отметим, на одной полосе идет ремонт дорожного полотна, поэтому все машины двигаются по второй в оба направления. Автобус с пассажирами ехал с центральной части, а четверка со стороны Подуна. 45-летний водитель легковушки решил обогнать впереди идущий транспорт. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автобус. При столкновении от четверки осталась только груда металла. В данном дорожно-транспортном происшествии водитель автомобиля ВАЗ получил смертельную травму, скончался на месте. Также пострадал кондуктор автобуса ПАЗ, женщина 46-го года рождения, получила ушибы. Лечение назначено амбулаторным. В автобусе на момент аварии находились 20 человек. К счастью, кроме кондуктора никто не пострадал. Сейчас проводится расследование по данному ДТП. А уже около трех часов дня, буквально в километре, произошло второе ДТП. В этот раз столкнулись грузовик Исузу и Нива. В жизни Ивана водителя грузовика это ДТП первое за 30 лет стажа. Он ехал из города в энергетик на работу, а Нива в противоположном направлении. Как и в аварии, случившейся утром водитель легкового авто решил обогнать впереди идущие машины. И не заметил, что навстречу идет грузовик. Ну а вы быстро ехали? Нет. А он просто вылетел навстречу и начал обгонять, да? Да, он обгонял. А скорость у него какая была? Даже не знаю. Иван рассказал, что сейчас подобные ситуации на ремонтируемом участке трассы сплошь и рядом. Сегодня утром он уже чуть не попал здесь в ДТП. А теперь увернуться не удалось. К счастью, мужчина только ушиб руку. А вот водителю Нивы повезло меньше. Его госпитализировали с переломами ног. Я вышел, посмотрел, там, он все зажал. Давай, это, 911 звони скорее. Но они сказали, что отправят. Ну и спрашивали, где именно, на каком километре. Ну еще как. А его как-то, ну, специальными какими-то приборами доставали? Или вы просто из машины нормально? Нет, вытаскивали. Он, вон, вон, вон. Сейчас по данному ДТП ведется расследование. А скептичные водители предполагают, пока идет ремонт дороги, такие аварии будут случаться с завидной периодичностью. Впрочем, печальных последствий можно избежать. Главное, всего лишь не нарушать правила дорожного движения. Влада Ансупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». Два задержания в один день. Накануне у полицейских госнаркоконтроля был такой богатый улов. Сначала около пяти дня в энергетике в одном из гаражно-строительных кооперативов они задержали 32-летнего брачанина. При досмотре у него изъяли 101 грамм героина. Второе задержание произошло около 11 вечера. Совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности на станции Анзеби, города Братска, был задержан 40-летний гражданин, который внутриполосным способом перевозил в наркотическое средство героин около 135 грамм. В настоящее время в отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 2. Это хранение наркотических средств в крупном размере. Сейчас мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, задержанный в энергетике уже был судим за общеуголовное преступление. Сейчас он находится под арестом, а наркокурьер со станции Анзеби под подпиской о невыезде. Все зарегистрировались. Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области по 9 и 10 избирательным округам. Накануне три кандидата по 9 округу – Сергей Гришин, Андрей Антоненков и Юлия Комендровская – получили соответствующее удостоверение. До этого в борьбу вступили Александр Олейник, Константин Полосин, Георгий Любенков и Вадим Гаврин. Также на сегодня закончена регистрация кандидатов по 10 избирательному округу. Заявки подавали 10 человек, но комиссия одобрила кандидатуры только 9 – Николая Бабина, Юрия Баженова, Александра Демидова, Алексея Дробышева, Сергея Магдалинова, Максима Правдина, Евгения Рыжкова, Шапошникова Александра и Виталия Шубы. Гурьянову Андрея в регистрации отказали. А в 11-м избирательном округе решение комиссии ждет всего один человек из семи – Олег Кияница. По его кандидатуре вопрос решится на следующей неделе. На сегодняшний день зарегистрированы Геннадий Олегберов, Наталья Заверина, Иван Карнаухов, Антон Скобелкин, Владимир Плотин, Владимир Черкасов и Андрей Чернышев. Теперь все они могут вступить в борьбу за депутатское кресло и начинать агитационные программы. Возбужденные уголовные дела не мешают регистрации в кандидаты. Об этом нам рассказали в территориальной избирательной комиссии. Напомним, в газете «Горожанин» неделю назад вышла статья об одном из кандидатов в депутаты законодательного собрания Иркутской области Константине Полосине. На него в 2000-2001 годах были заведены четыре уголовных дела. Среди них уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а также поделка документов, поставка продукции и неуплата налогов. У нас только по решению суда человек может быть осужден. Пока нет решения суда и ведется следствие, человек у нас имеет право и баллотироваться, и быть кандидатами, и кем угодно. Кандидатуру могут снять, если действительно подтвердится, что у него неснятая и непогашенная судимость. И он это скрыл, утаив от комиссии. Мы запросы направили во все инстанции. И сейчас просто ждем ответы. Мы отправили и в паспортно-визовые, и в налоговые, и, конечно, в УВД. Продолжение следует... Партнеры этапа – дилерский центр «Ниссан», группы компаний «Агат Авто», «Такси Единое», напиток «Пепси», ООО «Братск Дистрибьюшн» и ООО «Телекомпания Телиос-1». Информационная поддержка этапа – газеты «Горожанин», «Оптимальный вариант авто», «Автоуспех», «Поехали». Телекомпания «Город» и «Радио Сибирь» 104,6 FM. Качество звучания, звуковое давление и тюнинг автомобилей. Шоу-программа, конкурсы и призы для зрителей. 27 июля, 12 часов, стадион «Металлург». Вход свободный. С сегодняшнего дня запрещено посещать побережье водоемов. В Братске ввели ограничения на посещение несанкционированных и стихийных мест отдыха на воде. Это связано с опасностью антеровирусной инфекции. В Братске пока не зарегистрировано ни одного случая. Однако в Иркутске, по данным на 25 июля, выявлено уже 15 заболевших. Ещё 7 – в других районах области. В Братске предпринимаются дополнительные меры, чтобы не допустить возникновения очагов инфекции. Профилактику этой болезни обсудили на заседании специальной комиссии в администрации Братска. К слову, ограничение распространяется только на стихийные пляжи. Санкционированные места массового отдыха остаются открытыми. Это два места в центре на Курчатовском заливе и в подуне у стадиона «Труд». Кроме того, в детских оздоровительных лагерях Братска введён особый режим. Родителям запретили забирать детей более чем на час. Если ребёнка забрали из лагеря на большее время, то возвращение его может быть после прохождения всех медосмотров. Кусают меньше. Специалисты Роспотребнадзора в Братске отмечают значительное снижение пострадавших от укусов клещей. Возможно, это связано с погодными условиями. Лето в этом году выдалось дождливым, а клещи не любят влагу. По данным мониторинга, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью в лечебное учреждение с укусами клещей обратилось 636 человек. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение укусов клещами. За 2012 год, за этот же период, в лечебное учреждение по поводу укусов клещей обратилось 809 человек, из них 101 ребёнок. Самыми распространёнными местами для встречи с клещами по-прежнему остаются лесные массивы. Но риск подцепить это насекомое есть и в городе. За летний период специалисты зафиксировали троих таких пострадавших. 3D-рисунки скоро украсят город. Фестиваль откроется 3 августа в 10 часов утра. Объёмные изображения появятся в Подуне, на площади у торгового центра «Невский». Этот фестиваль впервые прошёл в Братске в прошлом году. По словам организаторов проекта творческой группы «Счастье своими руками», зрители были довольны. В этот раз рисунки будут ещё более яркими и креативными. Более 10 команд примут участие в этом фестивале. Также в программе шоу аниматоров, детская музыка и рисунки на асфальте мелками. В этом году будут принимать дети и инвалиды участие. У нас приедут 23 ребёнка из дома-интерната для умственных отсталых детей. То есть они тоже будут принимать участие в этом конкурсе. Вот предоставлены мелки детям, краски. Мы приглашаем также просто родителей с детьми. Люди грустят по разным причинам. Дефицит внимания, загруженность на работе, даже плохая погода может испортить настроение. Сегодня врача не рассказывают нам, как избавиться от грусти. Да я-то вообще-то не грущу. А как избавиться, не знаю. Ну, наверное, надо быть всё время в хорошем настроении. Чего вкусненькое скушать? Нет. Ну, например, самое любимое блюдо. Утром встаю, в зеркало посмотрю на себя и говорю, ой, какая я красивая, ой, какая я счастливая. Ну, что-нибудь хорошее вспоминаю, весёлое. С друзьями встречаюсь. Сегодня у меня праздник, сегодня сыну годик. Надо каждый день улыбаться. И жить в радости. А купите дыньку в такую хорошую погоду, едьте на море и повеселитесь. Поиграйте в волейбол с друзьями. Я даже не знаю, я, например, пью корвалол. Помогает? В нашем возрасте, конечно. Отдыхать, веселиться, общаться, искать какую-то компанию или в гости идти. Ну, мне грустно редко бывает. Пусть займутся спортом, физической культурой. Или работать. Книжку прочесть хорошую. Музыку послушать. Не в курсе. Да вы что? Да, мне не бывает грустно. Когда грустно, что делать? Я не знаю, гулять, когда погода хорошая. Гулять, на море можно съездить. А вот вы что делаете, когда вот плохо уже совсем всё надоело? У меня такого не бывает состояния. У меня всё хорошо на данный момент в жизни. А мне никогда не грустно. Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41-31-11. 27 июля. На стадионе «Металлург» официальный этап чемпионата Евразии по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в Братске. Организатор этапа – компания «Автозвук». Партнеры этапа – дилерский центр «Ниссан», группы компаний «Агат Авто», «Такси Единое», напиток «Пепси», ООО «Братск Дистрибьюшн» и ООО «Телекомпания Телеос-1». Информационная поддержка этапа – газеты «Горожанин», оптимальный вариант «Авто», «Автоуспех» – поехали! Телекомпания «Город» и «Радио Сибирь» 104 и 6 FM. Качество звучания, звуковое давление и тюнинг автомобилей. Шоу-программа, конкурсы и призы для зрителей. 27 июля, 12 часов, стадион «Металлург». Вход свободный. По сообщению синоптиков в субботу в Братске облачной с прояснениями днем возможен небольшой дождь. Ветер северный – 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 22 градуса. По сообщению синоптиков воскресенье в Братске малооблачной без осадков. Ветер северный – 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 15, плюс 16, днем плюс 16, плюс 23 градуса. По сообщению синоптиков в понедельник в Братске переменная облачная с днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 15, плюс 17, днем плюс 17, плюс 23 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok На стадионе «Металлург» официальный этап чемпионата Евразии по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в Братске. Организатор этапа – компания «Автозвук». Партнеры этапа – дилерский центр «Ниссан», группы компаний «Агат Авто», «Такси Единое», напиток «Пепси», ООО «Братск Дистрибьюшн» и ООО «Телекомпания Телеос-1». Информационная поддержка этапа – газеты «Горожанин», оптимальный вариант «Авто», «Автоуспех» – поехали! Телекомпания «Город» и «Радио Сибирь» 104,6 FM. Качество звучания, звуковое давление и тюнинг автомобилей. Шоу-программа, конкурсы и призы для зрителей. 27 июля, 12 часов, стадион «Металлург». Вход свободный. Субтитры создавал DimaTorzok